Всем привет, друзья, с вами Грегор, и добро пожаловать в город в Майнкрафте, город Варисадск. Сегодняшняя новость, первое в сегодняшнем этом видео, кстати, оно уже спустя не терпелился, как ни странно, в сапогине. В общем, я буквально на днях, где-то в субботу или в пятницу, сдал карту Джоис Микору. Почему дал? Потому что мне нужно было... то, что я попросил его по поводу планировок в школе номер 8, потому что некоторые кабинеты не были пронумерованы, и, можно сказать, непонятно было, что где располагалось, и было затруднение, как говорится, с опустуристом. Ну вот, Джои мне помог, расставил таблички, где надо, в общем, вот. Причем, расставил... теперь мне стало понятно, где что располагаются, тут гардеробы, причем, где гардеробы, где вахта, где остальное. В общем, в общем, Саша, если ты смотришь этот видеоролик, большое тебе за это, спасибо, я очень рад. Ой. В общем, теперь, можно сказать, извиняюсь, обустроиться в школу пойдет намного быстрее, чем было до этого. Ну, что, так что, возможно, к сентябрю или к активию, наверное, я ее сдам. Все-таки нужно же хоть как-то разнообразить, разнообразить школы, то есть, типа, единственная школа, которая сейчас строится, это в виде буквы Н, и этот стиль меня, мягко говоря, достал уже по полной, и хочется архитектурного разнообразия. Так, тут туалет, тут подсобка, непонятно. В общем, дальше, вторая новость в сегодняшнем видео, это то, что я поставил себе один мод под названием Xairos World Map. Вот, сейчас, показываю. Вот так вот, называется. А что это за мод? Мод, это за мод, вот такой, то есть, это не, как вы, карта, но не такая, как, например, вот, вы видите, вот, в левом верхнем углу, а другая, в которой, вот, сказать, нажимаешь на букву М, латинскую, и вот, карта разворачивается на весь экран, и теперь... Мне с этим модом стало намного, так сказать, удобнее перемещаться по городу, то есть, теперь не нужно использовать фейерверки, чтобы переместиться по городу. Все, что нужно, это подобраться к той части, той части города, которая нужна, затем нажать на правую кнопку мыши, и нажать на кнопку телепорт here. И следующая новость, то, что планируется строительство школы, это уже в районе микрорайона, в виде... Вот, да-да, вот этот микрорайон, который строит, продолжается, который находится еще на строительстве, потому что здесь, ну, планируется шкалка. Так вот, этот живой комплекс, точнее, микрорайон в виде, ну, точнее, как в виде, ну, точнее, в цитах персонажа Эли Сатурни, ну, те, кто знает про эту франшизу, тот, наверное, мозгой поймет по цитам, кто есть кто. Тут еще детский сет добавил, и дальше будет уже шкалка. Шкалку я планирую сделать по типовому проекту 221.384.85, вот. И тут тоже играет роль, именно, архитектурное разнообразие, то есть, будет еще друг, другого типа шкалка, я откопал пару фотографий, а также план, то есть, как она будет выглядеть внутри, и так, что, наверное, строительство не затянется, не так сильно затянется, как было с 8-ой школы. Ну, это я, так сказать, очень сильно надеюсь. Ну, и попутно я решил рассказать про DNS Technopoint, то есть, магазин такой, магазин ботовой техники, вот. Единственное, когда магазин до открытия DNS был, это Эльдорадо, на Черпопорской. Так вот, теперь на улице Первостроителей, да, появился магазин, эээ, резин DNS. Вот у нас такой вот магазин, тут у нас три, эээ. У нас три кассы, как сказать, вот, как-то криво вышло, к сожалению, это надо выпилить, вот. Вот. Ну, можно, наверное, закатываю, я исправлю эту кассу. Дальше у нас идут полки с различной бытовой техникой, электроникой, вот, правда, темновато, но, вот, как-то так. Дальше у нас идёт пункт выдачи заказов, правда, я забыл оформить, то есть, тут должны быть бочки. Ну, короче, тут располагается, тут у нас такой мини-склад, где у нас хранятся вся бытовая техника, электроника, то есть, то есть, нам, мы подходим, то есть, предъявляем заказ, точнее, бумажку специально, где указано, что мы заказали через интернет, ну, точнее, через сайт. И менеджер подходит, так сказать, полочкам, видит и сберет тот товар, который мы заказали в интернете. Вот. В общем, заканчиваем вот этот вебилд, добавляем свет, добавляем свет и... И всё. Вот. Опа. В общем, вот такой вот у нас получил самогаз. Слышим. Смотрите, тут у нас магниты или торговый комикс вега, но, правда, там показывают. Ну, давайте побыстрому покажу, потому что там особо нечего показывать, особо, особо. Тут у нас в магнитах, ну, тут показывать особо нечего, потому что вы сами знаете, что аптека апрель, кстати, это уже, это бренд, точнее, сеть аптек из Челябинска, такая есть. Дальше. Салон, офис продаж НТВ+, как ни странно. И тут складывается впечатление, что НТВ+, популярный спутник и оператор в Айсатовской области. Ну, это из-за того, что офисов продаж больше, чем, например, у Периколора или же Донру. Второй этаж, что у нас офис продаж Ростелеком, как ни странно, тут тоже есть, вот. Микромаркет в Куствилл, такой вот. То есть, их всего два микромаркета, то есть, один на улице Ветерана, другой здесь, в ТК Вега. Дальше. Дальше. Винотека Мафт, да. То есть, магазин вина, то есть, такой вот, магаз такой просторный. Магазин Смешные цены, да-да, тот самый магазин, который, наверное, можно бы слышали. Ну, понятно, ну, тут понятно, чем торгуются, смешных ценах, то есть, всякая, можно сказать, дешманская бытовая техника, точнее, территория, типа, научники, колонка, которая, к сожалению, сломается очень скоро. Ну, и одежда, само собой, которая из Китая. Дальше. У нас магазин обуви Зентон, вот, вот такой вот магазин. Ну, тут особо показывать, правда, нечего. Ну. И красные-белые, уже второй по счету в городе магазин данного Центальной Сети, всего их два. Один на Салют, на Партизанской, в районе пересечения с Чкаловской улицей. И второй, который вы видите сами, это Кодига. В принципе, на этом пока что все. С вами был Грегорий Эджерт. Понравился вам ролик или нет, решать вам. С вами подписывайтесь, ставьте лайки. Залезайте также ко мне в группу ВКонтакте. Ссылка в описании, в мой чат, в Телеграм, а также мой сервис в Дискорд. И также, в связи с последними событиями, я также есть, я также обзавелся своим каналом в Яндекс.Зен и в Рутубе. Ссылки тоже на все про все будет в описании под видео. Ну что, спасибо всем за просмотр, с вами был Грегорий Эджерт. В общем, спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok